Как не бомбить вот Блиц? Психология не для слабых, а также в комментариях меня попросили напомнить вам ставить лайки под видео. Но во-первых, задайте себе вопрос, из-за чего ваш пукан разрывается в пух и прах, а во-вторых, давайте вспомним с чего всё началось. Во времена появления сетевых игр по типу CS, Half-Life или Warcraft существовала простая игровая сессия. Сыграл катку, проиграл или выиграл, это не важно и забыл про это, никто не вёл счёт ваших поражений. Сегодня в абсолютно каждой игре существует открытая игровая статистика вашего профиля. Если вы сыграли плохо и проиграли, это запишут на бумажке и покажут остальным. Разработчики игр провоцируют ставить цель победить, но в командной игре 7 на 7 невозможно побеждать каждый бой, даже если вы лучший игрок. Оставьте затею побеждать, даже если вы сыграете бой лучше, чем ваша команда, с высокой долей вероятностью вы проиграете, не победите и снова начнёте бомбить. Поставьте себе новую цель в игре, наносить каждый бой как можно больше урона и с определённой планкой, но например уйти в ангар с минимум 2000 урона, допустим на 8 уровне. Этот параметр напрямую зависит только от вас, даже в самом сливном бою это сделать абсолютно реально, а в случае если вы не выполнили своё личное задание, то где-то вы совершили ошибку. И именно так статисты и играют в современном рандоме. Их цель нанести как можно больше урона и адаптироваться под ситуацию на поле боя. Если вы научитесь много наносить урона, вы будете получать от этого удовольствие. Даже если бой с поражением, но в вашей копилке 5000 урона, для себя вы будете понимать, что вы выиграли и сделали всё правильно. Нет ни одного игрока, у которого высокий, средний урон и низкий процент побед. Смотрите больше обучающих видео про выживание и смену сливного направления, и у вас всё будет получаться. Продолжение следует...